как идет ли эфир коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях что получит получит сегодня подарок от вселенной непременно получит видите ли вы меня слышите ли вы меня напишите в чате что вы меня видите и слышите так в прошлый раз я вам накрутил хвоста за то что вы напрямую эфиры не ходите сейчас проверим сколько человек сегодня на эфир придет сегодня как раз таки такой эфир когда именно надо работать в прямом эфире записи слушать бесполезно задавать вопросы и мы будем в чате с вами работать сегодня предпоследний эфир предпоследний эфир перед новым годом на следующей неделе мы с вами будем подводить итоги года и дальше мы уходим с вами на самодисциплину с 1 по 10 января мы с вами будем самодисциплинить и я в целом ну я особо не настаиваю конечно но настаиваю на том чтобы вы все все участники года радости прошли самодисциплину тоже вот там несложный нужно точно также написать пост опять же я это никак не отслеживаю никак не ник никому никак не послал но это правильно написать пост о том что вы идете на самодисциплину почему вы туда идете что вы хотите получить и поставить ссылку на страницу самодисциплины на нашем сайте на шичингеру ну или сходить соответственно год надо начинать правильно даже если вы не писатель ну попишите что-нибудь напишите попишите как как я провел лет например все равно это очень полезно очень полезная практика даже и для не писателей да друзья также я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской и тоже давайте уже не это самое не откладывайте занимайте местам согласно билетам пока его не занял тот и другой мир сам себя не изменит к лучшему а самые самые максимальные изменения в мире происходят именно тогда когда мы с вами пишем сценарий сотворяем мир ну сценаристы сначала мы его придумываем пишем а потом этот мир воплощается поэтому поскольку цель человечества цель человека это изменение мира к лучшему до гармонизации мира то я не понимаю совершенно почему все не пишут сценарий но вы да уж по крайней мере точно все должны писать сценарий окей хорошо так 12 часов начинаем на самом деле так случайно не случайно мне в руки попала книжка прям вот в русле тех тех моих мыслей как которые меня занимают последнее время она называется фабрика счастливых граждан как индустрия счастья контролирует нашу жизнь и луз его автор не если интересно то найдите ее прочитать еще раз называется она фабрика счастливых граждан и она прям вот в очень в вот прям в тему того что что я хочу вам сегодня рассказать о чем эта книга эта книга об индустрии позитивного мышления и о том как эта индустрия позитивного мышления развивалась и внедрялась в западных капиталистических стран то есть там просто вот прям показаны механизмы где через какие учебные заведения где сколько денег на это выделяли там и так далее какие результаты получали и главная мысль да и и собственно да главная мысль этой книги состоит в том что в целом вот эта индустрия счастья которая ну вне всякого сомнения существует она задачей своей ставит несчастье задачей ставит не достижение счастья для человечества и я кстати говоря я вам самого начала про это говорил да что у меня вот запускает этот год радости да конечно мы мы учимся и и будем учиться будем продолжать учиться радоваться до учиться видеть мелкие радости учиться проживать мелкие радости нашей жизни учиться распробовать это состояние до на языке его вертеть крутить но не это является целью главной да потому что есть хорошее счастье до счастье наполненные смыслом а есть плохое счастье что такое плохое счастье плохое счастье это когда человек на самом деле глубоко несчастье несчастки до живет где-то там не знаю в бочке до можно и живя в бочке быть довольно да но чаще всего человек живя в бочке недоволен а вот наталья забавно пишет только что пришло сообщение что книга фабрика счастливых граждан пришла в пункт выдачи да я писал пост про недель назад про эту книгу когда я прочитал и вот да но человек несчастлив у него там проблемы с этим с тем с другим с работой с деньгами с жильем со здоровьем с отношениями с карьерой самореализации совсем у него проблемы но он такой у меня все хорошо у меня все заебись да вот такой вот и это плохое счастье знаете даже вот не случайно появился такой мем может быть вы видели такой дедок такой бородатый улыбается и так видно что сквозь боль такой вот нашли потом этого человека который снимался в этом меме его зовут гораль вот и у него кстати довольно довольно популярная нормально нормально дядька такой прикольный вот популярная страница вконтакте можете найти на него подписаться так вот дело в том что общество заставляет нас быть довольными тем что у нас есть вот в этой книге фабрика счастливых граждан там описывается в числе прочего упоминается фильм который вы может быть смотрели мне бы в небо с клуни и вот там клу там неважно неважно как там перипетии сюжета до важно то что герой клуни человек который занимается увольнение да и его задача уволить человека так чтобы ему было комфортно при увольнении да что то есть он увольняет и говорит да вот это для вас там новые будущие вы там начнете сначала у вас будет что-то другое там все и так далее и так далее да то есть его задача сделать так чтобы человек уходя с работы да он не чувствовал себя обижены и у этого есть совершенно как бы совершенно прагматичная причина потому что когда компания увольняет человека да ей по большому счету насрать что дальше с этим человеком произойдет вот сейчас идут огромные увольнения в крупных в западных айти компании во всех вот этих вот эти которые в первых списках работодателей да где которые хвастались ага у нас такие детские сады а у нас там с животными можно на работу а у нас там и теннис есть и и пассееме все на свете для чего это все было сделано для того чтобы человек человеку на работ человеку хотелось ходить на работу что человек был своей работой доволен до чтобы человеку не хотелось этой работы увольняться и вот сейчас все эти компании увольняют там по 20 процентов персонала можете себе представить что такое 20 процентов персонала из компании ну не знаю уровня гугла например я не помню точно сколько там конкретно из гугла но неважно там от 10 до 20 процентов это очень очень серьезные увольнение десятки тысяч людей они остаются без работы и если по там по американским законам они ничего вообще не должно не в любой день любую секунду могут сказать ты уволен все без каких бы то ни было объяснений и все человек уходит без выплат без без ничего без этого самого и что человек может сделать а он может взять да размести эту компанию к чертям да представьте там каждого 10 увольняет собралась эта толпа и устроила революцию бархатную соответственно естественно до возникает вот этот негативный эффект ну и кроме того да представьте вот вышла из компании заворот компании выходит одна десятая этой компании сотрудников выходит наружу сотрудников которые знают все секреты и знают все пароли и знают все входы-выходы знает кто где от каких налогов уклонялся и знает где кто кто с кем спал там и так далее так далее да то есть знают все уязвимые места и вот они выходят из компании я никуда ну например пойдут конкурент или например пойдут сми или например пойдут к блогерам и скажу а в гугле на самом деле там не знаю насилуют женщин ну это я думаю что это не делают да это предположительно да например давайте дезавуируем его как каким-нибудь образом да в компании н делают противоправные действия к в компании б делают про противоправные действия и да то есть в какой-то компании делают какое-то противоправное действие и вот они об этом все понесут везде везде наружу а то что в компаниях делают противоправные действия так не всякого сомнения в каждой компании в любой компании черти что творится по и какой бы какой бы святой этой компании не не изображала себя а уж что творится в церквях цветы компании что творится поэтому да то есть вот человека увольнять нужно сделать так чтобы он ушел и был при этом доволен то есть вот все общество что называется я понимаю что в прошлом просто на прошлом занятии я боялся такой один неверный шаг и ты уже эзотерик да вот сейчас один неверный шаг и ты социалист то есть я понимаю что я уже такой таким троцкизмом даже прям не социализмом папай попахивает мировой революции нет поверьте лучше по последнее для чего мне хотелось бы так это мировой революции но смысл в том что общество задача общество задачи тех кто руководит обществом естественно это нет какой-то там не знаю тайные платиновые группы которые собираются и такие гугенсолерны какие-нибудь замки собираются и таким так ну чё как мы будем угнетать этих братьев наших меньших нет такого не происходит естественно но тем не менее да есть некий консенсус среди людей которые сильных мира сего да что нужно заставлять для того чтобы лучше обирать население нужно заставлять это население быть довольным тем что у нас есть и социалистические общества в этом смысле тоже там все в порядке были да помните в ссср было такое такая прям давление такое романтика трудного поиска да как хорошо вот молодые люди длинноволосые вот они берут гитару и вот они с этой гитарой то есть ну нужна была мобильность населения до нужно было чтобы население там условно говоря из деревень собиралась и ехала на стройке социализм на по было модно ездить на цели ну там и так далее и вот все эти это в фильмах в статьи были там так далее так далее да и вот они собираются и значит вот они должны поднявшись на крыло улететь куда-то а потом после этого когда они прилетели туда задача была сложная нужно было выключить эту романтику трудного поиска да то есть человек должен взлететь прилететь на место работы на новое и там прилетев на место работы должен был на этом месте работы закрепиться и всю жизнь там проработать и значит дальше включался следующий механизм до человек не должен быть летуном летун это что такое это человек который с места на место перескакивает в поисках лучших условий жизни и я застал еще вот мне 49 лет да я застал еще фильеттон и в газетах о том пролетунов про то как человек пришел устраиваться на работу начал там что-то спрашивать по правил про условия работы значит и значит в конце спросил по за про зарплату и и вот тут-то его и разоблачили когда ты про зарплату спрашиваешь все с тобой понятно значит ты летун это звучит смешно и даже немножко безумно а тогда когда ну никто этому не удивлялся потому что могут в такой парадигме мы жили до спрашиваешь про зарплату значит ты летун соответственно вот летунов таких прям и наказывали и отлавливали и бичевали и всячески всячески с ними боролись но при этом и не только с социализме такое происходило как в капитализме и происходило и происходит ровно то же самое кто из вас смотрел фильм земля кочевников вот тот кто смотрел этот фильм скажите про что этот фильм как вам кажется если не смотрели скажите что не смотрели просто чтоб я понимал если много то надо будет как уже пересказать еще друзья вам может показаться что то что я сейчас расскажу к вам не имеет никакого отношения потерпите сейчас вы увидите что имеет самое непосредственное так вот не смотрит про капитализм про то как компания выгодны такие качели катя прекрасно все мне добавить даже нечего абсолютно вот анастасия увидела в этом фильме свободу от навязанного образа жизни забавно про несогласие человека жить в той реальности быть не свободны да ну вот на самом деле это фильм про что это фильм про то что человек да то есть это как бы что называется вот у человека нет дома у человека нет работы да и ему доказывают что он сам захотел что у него чтобы чтобы у него не было дом что он сам захотел чтобы у него не было постоянной работы да то есть там героиня это вот такая летунья которая путешествует по стране значит тут есть сезонная работа перед рождеством да надо для амазона упаковывать покупки вот она значит приезжает живет в машине зарабатывать каким сраные 3 доллара значит работы три месяца три недели работает не покладая рук потом дальше она никому нужно и дальше она должна ехать куда-то да то есть значит трудовые ресурсы здесь не нужны нужны там до тысячи километров туда вот она туда едет там работает потом еще куда-то едет и значит ей доказывают что вот вот этого то она и хочет что вот это и есть счастье да при этом ну по большому счету до ее ее жизни и судьба ее здоровье и и там выживание никого не интересует совершен да то есть общество показывает что нам нет дела до вас нам нет дела до того чтобы вы где-то жили там есть сцена замечательная где показывают пустой город вот там была работа в этом городе вот там жили люди там стояли вот эти домики такие картонные домики фанерные сцены стены вот но какие-то люди там жили до дальше ситуация изменилась завод закрыли фабрику неважно что закрыли что люди больше здесь не нужны город закрылся все уехали то есть все решается очень быстро да то есть хозяину надо заработать там лишнее какими 10 тысяч долларов все это 10 тысяч человек снялись выкинули перекинули куда-то там и все и никаких проблем до производства перевели в китай а здесь город закрыли и в америке такого дофига и у нас такого дофига на самом деле да то есть у нас тоже строили города закрывали города вот у меня жена жила в воркуте а вот построили город большое достаточно население было в этом городе сейчас оттуда надо на прямой линии у путина там женщина говорила вот сейчас там 20000 в очереди стоят на 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 расселение оттуда до 20 тысяч человек там лишних в этом городе их нужно оттуда вывести да поэтому они строят не дома картонные домики но не только поэтому и поэтому тоже да потому что дешево на плюс там климат еще немножко другой да то есть у нас допустим у меня на родине в вологодской области в картонном домике ну как бы при минус 30 за бортом вы долго не проживете а вот то есть что это такое на самом деле это индустриальное общество это не капитализм или социализм капитализма социализм это ну просто как бы фасад какой-то да то есть даже не фасад а это что-то что намалевано на фасаде на самом деле это одно и то же да это индустриальное общество и для этого индустриального общества было было характерное что называется разумная регламентация жизни граждан что это такое про это я впервые прочитал у гребни был такой сценарист анатолий гребнев юрский дождь написал и много других сценариев и значит он в числе прочего у него есть замечательный очень интересный дневник в котором он рассказывал там разные разные какие-то впечатления и вот он там рассказывал как он общался с каким-то начальником за северным полярным кругом руководителем небольшого города и вот он говорит что я ведь выступаю за такую разумную регламентацию жизни гаража что это такое ну значит что вот там 8 утра стали пошли на завод дальше значит дети в такое то время все одновременно идут делают домашние задания потом все это обеду потом все идут на кружки потом все идут домой да то есть чтобы там чтобы все происходило в одно и то же время грубо говоря по звонку да и чтобы было там четкое распределение что вот там из этого квартала допустим вот такие то люди в такое то время идут в магазин до из этого квартала в такое то время идут магазин даже не возникало очередей а вот и гребнев на это типа смотрит безумие какой-то данную что это ограничение свободы но в целом в индустриальном обществе есть смысл да то есть если жизнь города привязана к заводу да в этом есть смысл на вот а если как бы ну кроме завода есть что-то еще да если да то есть сейчас происходит разрушение вот этого и индустрии индустриалистического уклада индустриального и в том же самом маленьком городке вот эти люди да допустим условно говоря 80 тысяч человек они могут начать заниматься совершенно другими делами да они могут установить начать устанавливать через интернет какие-то совершенно другие связи и самостоятельно устанавливать эти связи и дальше они начинают жить совершенно по-другому независимо от того что им было назначено как у меня на родине всем же значит маленький поселок 4000 жителей и вот он был четко привязан там к определенным предприятиям лесхоз без промхоз сельскохозяйственные сельское сельское хозяйство лен там миллион пятое-десятое там коровы и и плохо вы там разбираюсь неважно и дальше в 90-е годы естественно все это рухнуло все эти организованные компании там была попытка частную компанию создать кооперативную ли нам а было такое и быстро очень коммунисты развалили значит него не позволили развиться потом значит все советский союз рухнул и все стали никому не нужны но у нас мужички боевые боевые такие пассионарные и они начали во первых у нас там не важно длинная история появилась секта трезвенников они все протрезвились посредством этой секты а потом начали делать срубы и сам женские срубы если интересно тоже можете поискать в интернете просто если вы забьете сруб сразу же рядом по и выскочить сам же маленький вот такой на карте россии до крошечная такая . 44 тысячи жителей вот там эти четыре тысячи поставляли суп москва москва полностью вся в наших срубок вся близки все бани все деревенские дома все эти дачные да это все сам же да то есть люди сами установили связи до в обход всех этих государственных структур и сами выстроили сами выстроили себе бизнес и в 90-е годы я читал закрытый доклад я был журналистом и там многим разным вещам был попадали мне разные интересные документы мне попал в руки закрытый доклад который налоговики готовили для губернатор а вот и они говорят что типа мы не понимаем что происходит значит вот сам женский район 28 районов в области и вся женском районе почему-то там типа доходы бюджет плюс-минус нулевые а зарабатывать люди какие-то сумасшедшие деньги непонятно как парк личного автотранспорта растет сумасшедшими какими-то путями так вот я считаю то вот это плохое счастье да то есть люди отказались от того что им навязывало общество и сказали так мы будем мы хотим сами жить как мы хотим что мы можем сделать для того чтобы зарабатывать нормальные деньги достойно ну чтобы делать ну давайте делать сругу в итоге поселок миллионер то есть есть плохое счастье это счастье основанное на отказе от изменений своей жизни к лучшему на принятии того что у вас есть и довольство тем что у вас есть и я считаю что качественное счастье это счастье основанное на неуклонном развитии и изменение жизни к лучшему а вопрос согласны ли вы с этой формулировкой и если согласны напишите что согласны если не согласны то поспорьте если есть вопросы то задайте вопросы коллеги пока вы пишете я хочу напомнить что у меня сегодня вечером в 20 00 будет здесь же стрим с олегом телемским я уже анонсировал этот стрим олег это основатель основатель просветительского проекта касталия издатель юнгианский психолог причем очень крутой маг мистик писатель крутой в общем очень чувак и у него мы давно договорились об этом стриме у него выходит колода таро колода таро черных звезд два года он ее делал и вот мы об этой колоде как раз будем говорить и вообще будем говорить о таро как метафорической системе если интересно то приходите у меня много вопросов я там в последнее время серьезно интересуюсь темой таро и мне кажется что она имеет самые непосредственные отношения к тому как как работает механизм творчества именно как метафорическая система понятно что-то как гадательная практика меня это мало мало интересует так иногда так трудно понять это твое принятое решение или навязанное обществу хорошо теперь давайте подумаем да что вот у нас есть это счастье это радость да это что-то что к чему что-то к чему мы стремимся как правило сама вот это ощущение счастья она это секундное ощущение да то есть у нас мы не не всегда как бы его чувствуем да вот мне как бы то к чему мы хотим я хочу чтобы мы пришли да не чтобы мы пришли к некому такому фоновому ощущению счастья чтобы мы утром просыпались и чувствовали что у нас все хорошо да то есть радость есть смысл есть ради чего просыпаться да и даже если случается какая-то неприятность да ну как ну включается неприятность науки это упало что-то на ногу ну ну как бы окей хорошо ну идем дальше да то есть нас это как бы не 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 задевало и не как бы вы выругались и дальше пошли да то есть не не травматизировал но тем не менее да мы всегда очень четко ощущаем что-то что не так то есть вот есть что-то то не так и вот иногда кажется что не так вот это а на самом деле у нас не так вот это да то есть как у больного ребенка да что у тебя болит у меня пальчик болит да то есть настолько как бы ну замутненное затуманенное сознание даже человек даже не понимает как бы что у него болит ну кажется что пальчик болит на самом деле не знает болит голова или там все тело ломбит и вот я хочу чтобы мы с вами попробовали немножечко локализировать вот это недовольствие сейчас папа работаем давайте так давайте начнем с одежды вопрос давайте сейчас прям вот ну серьезно папа работаем с вами и не стесняйтесь не бойтесь да здесь все свои давайте начнем с этого чтобы вы хотели поменять своей одежде вот что в голову приходит то и говорить да например ну не знаю ну попробовать может быть что-то хотели бы да я например хотел бы попробовать покрасить волосы фиолетовый цвет мне кажется что это было бы прикольно если бы это можно было сделать и сразу смыть и чтобы они снова были не фиолетовые я бы сделал немедленно мне кажется а вот я бы хотел татуировку попробовать но тоже татуировку сделаешь она останется навсегда вот сделать такую временную татуировку а потом чтобы ее смыть вот что я хотел бы попробовать что я хотел бы поменять вопрос что вы хотели бы поменять своей внешности пока вы пишете вы пишите да не опять же пишите не стесняйтесь а я свою внешность менял много раз да то есть у меня например там в какой-то момент у меня была серьга вуки кстати до сих пор до сих пор дырка осталась но это было там бог знает когда да когда мне там 16 15 лет нами был в школе сейчас я уже не ношу мне кажется что в 50 лет если мужик серьгу носят это как-то ну немножко немножко так себе выглядит вот да дальше какое-то время я носил так длинный хвост длинные волосы забраны в хвост потом носил просто длинные волосы и бороды у меня не было кто-то из вас может быть застал этот период он был там не знаю еще лет восемь назад а вот потом когда я проходил стайлинг устала клар она сразу же не понравилась моя прическа она поменяла отправила меня к хорошему барберу одному из лучших в москве значит вот мне сделали стрижку другую совершенно да сделали бороду и так далее вот сейчас моя внешность да я ее она меня там более или менее устраивает и опять же кстати говоря да даже если есть какие-то вещи которые там ну не нравятся например там ну не знаю девушки бывать губы не нравится или там что-нибудь межбробная вот эта фигня не нравится ну сделайте вы укол в конце концов да то есть сейчас пластическая хирургия творит чудеса да то есть сейчас это все очень легко можно сделать мне одно время у меня там меня дико пугали залысили и они когда с длинными волосами они я прям вы за очень там сильно комплексовал по этому поводу опять же ну там поменял почетку да сейчас меня это вообще перестала парить абсолютно облысей ну ну и ладно облысей но будут буду брить голову буду как как джо роган лысый ходить опять же да это меня не никак не парить не будет совершен а есть и бывают просто ситуации когда у человека что-то в его внешность не нравится и это делает человека несчастным да то есть определить что локализировать то нужно изменить да и дальше изменить там вес тоже да я курил очень много курил потом когда я бросил курить я начал очень быстро набирать вес сейчас опять я там прошел значит курс с психологом по похуданию сейчас я в общем там активно достаточно теряю вес то есть я к 50 годам через три месяца мне 50 лет я хочу прям вот для себя сделал такой взорок сделать сделать фото с голым торсом показать кубики получится это у меня нет ну увидим через через три месяца сейчас я то есть я хочу прийти к целевой вес 80 килограмм да сейчас я вешу 84 весил я 92 когда когда начал заниматься эти да то есть вот ну считайте сколько 8 килограмм потерял так внешность давайте почитаю что вы пишете да есть временной татуировки так с возрастом развитие это так важно соотношение здоровой всех денег не заработать сейчас поговорим об этом хочу попробовать носить одежду а-ля бога в русском стиле корсет поносить но они мне не идут более женские обтягивающие платье яркий цвет полос хочу предмет так стиль бога не знаю что за стиль прям вы меня заинтересовали я по я посмотрю что это такое да я кстати делал себе временную татуировку меня лабиринт здесь был так возможность платить больше за одежду в целом заказывает ручную обувь меня и уже в течение года начала шить новые красивые платья поменять стиль в одежде кстати говоря да по поводу одежды да где я сказал про внешность вы сразу начали про одежду говорить немножко не то то есть внешности одежда это как бы ваша внешность вашей личной до тела что в теле но в принципе ход мысли правильно да потому что например некоторые недостатки фигуры например да они могут быть компенсированы одеждой а вот тут наоборот поменять стиль в одежде из бога уйти в что-то другое хочется платья кто-то бог хочет а кто-то из богу хочет идти больше внешней одежды с капюшонами но чтобы я кстати очень люблю капюшон меня все куртки с капюшоном я вообще хочу такой костюм как джедайский джедайский плащ хочу меня жена сопротивляется только попробуй в гамбурге дожди постоянные я не люблю зон да я кстати очень люблю гамбур так я бы посмотрела как буду выглядеть если сильно наберу весе тоже прикольно да по поводу одежды тоже я проходил стайлинг устал эклар мы там несколько месяцев работали это там сильно извести сильно изменилось у меня внешность сильно изменил уже если кто-то помнит как я пистал про это в фейсбуке рассказывал там показываю все этапы тоже это было довольно забавно завести три платья дрельной до пола ходить по стеживу пальчиками подбел вверх руки офигенно мне нравится так хочу изменить прическу нами наносить макияж перестать носить очки изменить стиль одежды научиться носить макияж больше яркой качественные обуви ручной а так ручной обуви ручной работы яркими принтами хотела на лысо постричься тоже кстати говоря давние у меня давняя хотелка давние как сказал мне однажды андрей парабелл он он постригся на лысо в свое время незадолго до смерти то есть одно это не связано но такой вот у меня у меня была давняя хотелка он же самый главный страх постричься наукса и вот он постригся попробовал но ему ужасно конечно выглядит так во внешности ничего разнообразить гардероб одежда это был поле хочу олигантный зимний гардероб перекраситься блондинку попробует рокерский стиль хочу хотя бы некоторое время побыть блондинкой хотела очень спортивный быть мышечный каркас по поводу одежды кстати говоря что я советую делать ну идти к специалисту то есть есть по поводу этого да то есть люди как-то странно да вот если там мозги надо починить мы идем психологу да если там финансы к финансовому консультанту а с одеждой одежде сами занимаются но есть же специалисты вот у нас здесь есть маша жукова которая собственно занимается стайлингом запишитесь к ней и попросите чтобы она вам сделала стайлинг да то есть это полностью полностью там но у меня стала просто ну я выкинул весь свой гардероб все что у меня было все вещи которые у меня были я все выкину и полностью мы за закупились полностью как бы то есть изменили направление но у меня конечно я я то в этом что я ж мужик я причёсываюсь да причёсываюсь пятерней а жена мне помогала делать эту под грудь правую цветную богемный образ попробовать насчет внешности давно не парюсь получить спортивную фигуру женственный образ вес хочу сбросить 12 килограмм помолодеть лицом так интересно было бы посмотреть как сотка и как довольно красивые да это тоже прикольно на самом деле добавить стильного белого золота с телом занимаюсь всегда спорт записалась к стилисту парикмахеру прокрасить волосы стриж канала с это обнуление да мне кажется что да это какой то знаете такое перезагрузка какая-то да так огромный нос который достался от папы сильно похудела так окей хорошо мысли я чувствую что так попал попал я в тему дальше следующее здоровье то бы вы хотели поменять у себя в здоровье у меня там в том что касалось здоровья да ну там например у меня было время когда у меня было очень плохо со здоровья я просто умирал да ну я курил три пачки в день понятно почему почему умирал да то есть и надо было было бесполезно что-то с этим делать пока я не брошу курить и я поставил задачу бросить курить это взяла какое-то время пока я не нашел способ к то есть я пробовал все иголки в уши и гомеопатию и все на свете в итоге сработала гипнотерапия центре дар меня закодировала для откурения слава тебе господь 20 лет я не курю ну дальше начал начал набирать вес соответственно да то есть бросил курить сразу сразу же начал я был худой просто за за шваброй мог спрятаться начал очень быстро набирать вес ну дальше да значит надо вес контролировать этим заниматься у меня бы были очень слабые легкие естественно из-за курения но вот я задыхался просто на лестницу подняться не ну что я начал бегать сейчас у меня у меня дистанция беговая 17 километров то есть я утром у меня сегодня была тренировка на пресс сейчас я эфир отведу и побегу побегу в парк на свои свои 17 километров убегу вот и у меня был все время кашель такой душащий кашель но сейчас он практически меня сейчас немножечко еще я переболел гриппом как как вот это вот и вот это вот этим вот этим вот вонючим гриппом фиговым который сейчас прошел вот но тоже я его перенес достаточно легко на ногах фактически вот к вид дважды болел к вида да и опять же оба раза в общем достаточно достаточно легко его перенес именно в силу того что разве разве то это самое дальше следующий ежегодно проходить ремонт да то есть проходить проходить осмотр там здоровье да что еще зубы например у меня поскольку там я много лет курил у меня зубов вот вот этих боковых не было фактически вместо них были такие золотые эти самые потратил время несколько месяцев потратил поставил хорошие хорошие дорогие зубы меня вот тоже если например есть проблема с зубами да опять же займитесь этим сделайте себе нормальные зубы сейчас там и особенно если в москве живете это там вообще не проблем да сейчас если в россии там на самом деле не только в москве торг сейчас везде стоматология на очень хорошем уровне так подкачать тело и пресс и так что вы хотите поменять в своем здоровье бросить алкоголь и сигареты зож бросить зож перестать попадать в обморок выпрямить позвоночник наладить правильное питание восполнить не витаминные недостаток улучшить состояние зубы жкт всегда иметь медицинскую страховку полугодовой марафон так шагнуть на следующий уровень здоровья отработать систему питания и спорта чтоб не вскакал сахар питание выровнять восстанавливали за здоровье но хочу кататься на лыжах здоровье убрать сладкое и мучное то есть отрегулировать сахар я хочу в кофе слезть кстати у меня опять у меня каждый раз к самодисциплине я на самодисциплину на 10 дней бросаю кофе и опять в этом году буду бросать не знаю а потом снова начинаю вот как есть проблема пока я с ней не справился с вафельных тортиков слез а с кофе нет так дыхательная гимнастика начать делать но кстати к моему оправданию я могу сказать что юнг тоже был кофеманом да то есть если даже юнг не смог слезть с кофе ты куда куда уж нам а уж он то был титаном хочу хотя он может быть и не хотел ему нравилось хочу зубы сделать окулиста обследоваться регулярный осмотр поставить имплант или регулярно чека поделать корректировать по ходу ожирение побороть быть спокойнее нервозный бьет по всему здоровью тоже перенесла 2 к вида казалось что легко сейчас спустя три года дал осложнение на суставы хотелось бы вернуться на полгода назад посмочить но у меня на легкие кстати говоря тоже на легких это сказалось и одно время тоже была одышка потом она прошла через регулярные упражнения и как бы все нормально так примерно такое же расписание зрение улучшить наладить питание вот кстати тоже у меня есть задача зрения у меня зрение начало падать 50 годам странно почему читаю по 10 часов в день в среднем по 400 500 страниц почему так 50 годам что-то у меня зрение на без очков по прежнему наладить питание вылечить колени зубы моя цель кофе не так страшно как тортики я согласен с этим тортики это было конечно это было купе и те кто помнят так с осени сократить питание вернуть стоячие рабочие зубы ранний подъем окей хорошо дальше идем дальше в одежда внешность здоровья дальше отношения чтобы вы хотели поменять в своих отношениях ну в той степени откровенности насколько вы готовы готовы это рассказать сказать у меня в отношениях были разные периоды у меня там развод один за за спиной и там долгое время мне казалось что как-то со мной что-то не так но вот мы уже 23 года 23 года живем второй женой моей надеюсь из последний так отношения чтобы вы хотели поменять своих отношениях как можно зрение улучшить ну есть система упражнений их не не так трудно как бы найти их большое количество я забываю их делать просто когда я вспоминаю что надо делать начинаю их делать сразу идет эффект просто вот куда-то и встроить может быть совместить с скачанием пресса есть есть несколько идей как это все модернизировать бросить совсем пить алкоголь и пиво найти свой ком комфортный комплекс спортивных занятий пока хаотично цигун пор дебра бег качалкам прикольно кстати вот вы знаете могу своим опытом поделиться и потому и по другому по алкоголю но у меня особой проблемы не было по поводу алкоголя он вернее была проблема тогда когда я в володе жил когда выбора не было или ты пьешь или как бы или ты просто сидишь дома и ни с кем не общаешься пить только очень дорогой алкоголь поставить верхний предел например если это вино дата не дешевле 10 тысяч рублей 100 долларов да то есть если вино то не дешевле 100 долларов и пить только такое хорошее вино вот и сразу будет хорошее ограничение каждый день его не не попьешь на субах каждый раз разные пробовать я я люблю я не 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 сказать что я там пью но и сказать что не пью тоже нельзя но там раз в месяц я и бутылочку вина выпиваем какую-нибудь хорошую по поводу спорта тоже я советую здесь менять у меня одно время было я по годам то есть я год например нас год был аргентинской танго и жены танцевали год был цигун год был гантельный комплекс потом пошел бег и на беге я остановился вверх мне прям подошел но вот пока я не нашел пока не подобрал я делал погоду совсем исключить алкоголь но чем его заменить музыкой молитвой так обливаться холодной водой почаще это очень бодрит тоже если встроить это в привычку допустим утренний ритуал вы же не забывайте зубы чистить вот здесь то же самое чистить зубы и зубы почистили и сразу облились ледяной воды так давно одиноко хочу встретить самый яркий честный год так стать если например обливание не ну как бы стрёмно да не не получается сразу делайте хотя бы 108 шагов вверх по воде тоже очень классная техника с утра пускаете холодную воду потоком бросаете на пол это душ значит впускаете через него холодную воду и такой ручеек у вас бежит ледяной воды и по ней бежит вперед 108 это за минуту пробегаете и кайф на на весь день так давно одиноко хочу встретить самую яркую честную любовь найти эти отношения стать с мужем более близкими душевно перестать быть преследователь спасательным служим и сыном увеличить количество друзей поменять отношения к отношениям начать выстраивать так встретить моего человека для радости хочу любиться по взаимности больше говорить откровенность женой найти новый круг общения построить личные отношения в отношениях уже хорошо 30 лет живем подглядываем разные фишки постоянно вдвоем разговаривать больше совместные задачи новые точки соприкосновения они находятся даже через 30 лет так очень круто у нас это тоже примерно так то есть мы друг от друга растем время наладить отношения с мужем или развести с родителями наладить отношения сестрой я так перестал углублять и развивать то есть так лучше да нежели если вы просто все такие я больше не пью вообще нет пью каждый раз когда у меня есть лишние 10 тысяч рублей на бутылку вина пожалуйста углублять и развивать отношения делать их более романтичными очень я эмоционально больше юмора хочу найти друзей с похожими ценностями хочу научиться мягче о своих чувствах и желаниях словно нотацию читает так ныряю в него несколько лет окей хорошо идем дальше значит отношения мы с вами сделали что дальше деньги в деньгах чтобы вы хотели поменять своих деньгах ну деньгами мы там сильно глубоко сегодня не будем углубляться и погружаться в эту тему потому что мы с вами целый год прошлый посвятили деньгам да у нас был год денег если кто не проходил то все эфиры записи можете найти на ю тубе или здесь вконтакте а вот как наберем курс сценарий полнометражного фильма как наберем сразу же я вам обещаю что сразу мы закрываем в этот же день откроем набор на волшебный пендель деньги я его раз в год провожу это месячный курс по по психологии денег что называется я знаю что многие из вас его ждут он сам курс пройдет в марте с 1 по 30 марта а набор на него будет открыть сразу же как только полный метр наберем чем так чтобы быстрее давайте давайте быстрее полный метр закрывайте и наконец уже остепенится остановиться на одном конкретном мужчине выплатить кредит так по деньгам увеличить их количество увеличить доход регулярный ровный денежный поток через базу как постоянных заказчиков которые я хочу регулировать увеличить доход и диверсифицировать поток закрытка кредит но по кредитам кстати говоря есть очень хорошая техника которую я давал в этом самом в годе денег благодарность банку если если интересно просто найдите там я сейчас не буду останавливаться она простая вроде бы так как бы такая очевидная но при этом она невероятно хорошо работает что всегда были на все что я хочу повысить заработок и разнообразной за разнообразить монетизировать свой хобби кстати хобби поговорим сейчас тоже которая готова перевести в работу обеспечить себе доход для комфортной жизни закрыть свои долги чтобы доходы были из разных источников деньги всегда приходят но лучше пусть регулярные предсказуемо перехожу на систему 10 процентов благотворительность инвестиций вклад новый дополнительный источник дохода желательно через кино так создать коммерчески успешный танц проекта раскачать существующие обучающие раздать долги начать заниматься благотворительностью хочется работать полгода в году остальные так через кино мастерской учились у нас если не учились идите идите учиться мастерскую хочется работать полгода в году регулировать наработку и отношения чтобы мои увлечения приходили доход запустить наконец свои проекты тогда с постоянным потоком денег будет отлично они просто хорошо да напомнили про благодарность банк окей хорошо дом чтобы вы хотели поменять твоем доме кошка чем бы ты хотела поменять своем доме испугалась убежала тоже у нас мы разные этапы проходили с домом да то есть сначала это там съемные квартиры потом съемные квартиры поближе к центру потом съемные квартиры побольше по размеру потом первая своя квартира да потом нормальная большая своя квартира сейчас мы думаем о том что надо хотя мне нравится здесь у нас со всех сторон парк все все окна выходят на парк мне это прям очень нравится учиться в центр все переехать люстры купите зеркала купить дом собственность купить свой дом забор вокруг дома чтобы дом был моим местом силы так меняю наволочки на диванных подушках ковер надо повесить который достался в наследство купить новую просторную квартиру так переехать из коммуналки в свою квартиру найти жилье где я могу принимать гостей и организовывать мероприятие идеально пустые поверхности чтобы стирать одним движением руки а то в доме живут три плюшикина и котик все вещи везде лежат и котиковые 6 до обшерстяют купить новую квартиру достроить до последнего отделочного элемента поменять релокацию в пределах и т.к. окей хорошо дальше теперь давайте так я объединю работа и карьер на мой взгляд это две разных вещи но давайте так работа и карьера вот чтобы вы хотели поменять своей работе и карьере потому что может быть я считаю что это все-таки две разных вещь просто уже как временно чтобы это самое потому что может быть вообще работу хочется поменять до направление деятельности может быть внутри своей работы хочется что-то изменить да например что в свое время я работал журналистом да и мне хотелось стать редактором да и я цели на некие целенаправленные усилия предпринял для того чтобы я из таких из молодых до ранних из вундер пункт из вундеркиндов у меня там первая публикация в 17 лет а в штате я начал работать 20 что ли а в 20 23 кажется стал зам главного редактора а в 24 главным редактором и с тех пор в основном либо главным редактором либо шеф-редактор на работу так переехать к мужу найти свое призвание увеличить площадь квартиры работать не хочу менять на этой работе возможен рост карьере убрать страх новых процессов сейчас на этапе смены работы стать востребована в 10 раз больше по текущему проекту создать уникальный танец контент для электронной музыкальной индустрии интересным прикольно вообще поменять направление закрываю свой бизнес подушку безопасности создала буду заниматься тем что нравится определиться на тему найма ли самозанятости ли совмещать то и другое реализовать свои способности хочу писать и не работать так более интересные задачи я без а вы у нас учились по моему надо ну вот если если вы учились у нас да вот то что вы написали предлагайте продавайте технологию я давал то делать как искать заказчиков и что делать и сидите и отправляйте 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 все все очень просто другого пути нет если вы 100 компаний напишите 100 писем 100 компаний я вас уверяю что вы обязательно начнете работать то есть вы обязательно получите работу так это просто надо очень сильно постараться чтобы это сделать и не получить работу то есть ну надо писать в письме идите нахер все них я не хочу у вас работать даже в этом случае мне кажется кто-то заинтересуется и скажет ну давайте попробуем этого странного автора давайте его пригласили в глаза ему посмотрим что он имел ввиду более интересен нет не делайте так более интересные задачи обеспечения материалами под эти задачи свет кругом работающие оборудование в работе начать новое направление в карьере выйти на следующий уровень так нынешней работе ничего стать хозяйкой своей судьбы стать работодателем так два направления в работе хочу в них поменять приоритеты дальше выйти только в одну за все наработки так ути с удаленки начать зарабатывать на своих проектах прям работают уже не хочется будучи на пенсии но хорошо деятельность какая-то понимаете вот здесь очень важно и прям есть одна такая одну такая вещь я про это уже говорил да человек должен пахнуть будущем да то есть у человека должно быть будущее если вы на пенсии да то есть не должно быть такой все жизнь кончена на пенсии все в прошлом да то есть я сижу до обеда вспоминаю после обеда мечтаю нет все время надо быть как бы видеть а что дальше будет да то есть от дальше это что ну деятельность какая то вопрос какая то деятельность это не обязательно работа так творчество например так более творческие проекты активная реализация реализовать свой проект и самореализоваться как сценарист писать я слежу за вами анджела я за вами слежу вы прям я я хочу увидеть все время про вас думаю прям вот я верю в то что вы у вас получится все их я увижу какой-то момент я увижу сценарий значит фильм сценарий агбата кубаши вот я верю это так реализовать себя в писательстве стать уникальным высокооплачиваемым специалистом так снять внутренний запрест на работу работа полностью устраивает хочу чтобы книги стали бестселлерами окей хорошо так теперь дальше давайте теперь попробуем вот сейчас мы с вами говорили о работе да и карьере а теперь попробуем я попробую еще раз задать тот же самый вопрос но немножко по-другому а самореализации вот в самореализации свои чтобы вы хотели изменить может быть это будет самореализация через работу может быть это вы самореализацию превратите в работу да но попробуйте посмотреть немножко по-другому да на 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 свою деятельность на то что в идее действуйте вот в самореализации свои чтобы вы хотели поменять так хочу писать книги сценарий и потому что в самореализации тоже бывает и кстати говоря в разные периоды жизни это тоже бывает по-разному и у меня тоже было по-разному то есть у меня был период когда я писал стихи до 17 лет у меня там первые публикации какие-то были именно это именно поэзии стихи поэму поэму мне напечатали в газете вологодский комсомолец вот а потом дальше да у меня например опять же творческая самореализация была через журналистику я работал журналистом и меня она полностью устраивала в тот момент потом я писал детективные романы для издательства экс ну потом я писал что там юмористические рассказы писал да потом я пьесы писал потом сценарии писал да потом книги для сценаристов книги по личностному росту по психологии да и каждый в разные периоды жизни да да бывает такое что у человека вот одна какая то есть тема и он всю жизнь ее всю жизнь свою теперь но чаще всего да мы живем в изменяющемся мире мир ужасно изменился за последние там 30 лет 30-40 лет сознательной моей жизни и он очень сильно меняется прямо сейчас вот прямо сейчас происходит очередное очередная такая революция очередная перестройка и снова что-то будет меняться мы снова будем двигаться в какой-то да то есть ну либо мы оказываемся отброшенными да то есть есть люди которые до сих пор сидят там пишут статьи в региональной прессе получают свои там пять тысяч рублей в месяц и как бы и глубоко несчастны да и даже вот в нашем коллективе да я вспоминаю нашу газету русский север это было газета из сливок вологодский как бы ну лучшие люди в вологодской области их собирает и именно по этому принципу до собирали звезд а вот и из этой тусовки из нашего из наших двух кабинетов где журналисты сидели одна там девушка в эмиграции сидели там поливает всех всех говном да одна значит стала звездой звездой хэдхантинга там одна работает на радио один стал депутатом да то есть вот как бы каждый выбирает свои какие-то до свой какой-то вариант самореализации который ему подходит строить проект поручи куст 3d стоков дописать и издать книгу бестселлер активнее проявляться хочу найти тоже чего нету других так хочу самореализации в партнерстве обеспечить жизнь через творческую работу пока первые шаги про чемодан стихов помним до виды чемодан чемодан из подарок аккордеона до потерянных стихов хотел бы почитать сейчас я думаю что они ужасно добавить самореализацию личные социальные хрен его душу знает вроде всем довольно с точки зрения других и оленный человек ну конечно же конечно же нас интересует только точка зрения других так кризис самореализации кризис отличное место для творческого человека разрешить себе самореализоваться через творчество пишу сценарий книги своя уникальная биша окей хочу попробовать себя в сценаристике пока книги на первом месте не увидите мастерскую вот у вас перед глазами так именно творческая самореализация волнует не могу найти свою самореализацию ребят если вы не знаете в самореализовываться я вам скажу попробуйте с написание сценария даже если вы в итоге не наша мастерская это самое правильное место чтобы попробовать себя да то есть не тратя год жизни до за три месяца вы попробуйте но и в любом случае то что вы приобретете даже если вы не станете сценаристами поверьте вы будете всю жизнь использовать да хочу свой через свой пример показать что следующие 50 лет можно жить из состояния роста и развития очень хорошо очень отзывается самореализации стать востребованным художником со своим стилем и большой аудитории в блоге такой алёша внуков это такой наш энди уорхо он создав фабрику фабрику алёши внукова это тоже я в это верю как потом когда вы ее создадите пригласите меня туда вашу фабрику я поставлю там где-нибудь в уголке два микрофона и буду оттуда делать подкаст так изобрести и запатентовать что-то гениальное буду брать интервью у ваших художников которых вы будете выставлять свои фабрики так я бы рискнул создать комикс нарисовать это расширит меня творчески внесет свежую струю мое развитие так отыграть свой спектакль чтобы выйти на новые уровни организовать клуб по интересам или кружок чтобы передавать все что знаю и умею так писать классный сценарий научиться писать комедии так поддерживают коллег самореализации через творчество начать реализовывать цели они только их ставить вести экстрем дневник онлайн написать книгу по теме брак наши дни книг по нумерологии дать полный ход двум другим темам не оставляя она совсем первую дающую доход хорошо так идем дальше самореализации теперь давайте мы от этой самореализации попробуем прыгнуть немножко в другую сторону а есть ли у вас хобби вот не совпадающие с работой вот есть работа а есть хобби если у вас хобби которые вам не приносит денег и которые вы не не пытаетесь сейчас монетизировать ну не знаю там вот там у меня приятель например он бизнес тренер да и у него хобби красить фигурки я не знаю это как-то называется там вот из настольных игр значит всякие там богиня такая то и вот значит там пластиковая фигурка и вот ее там раскрашивают специальные специальные красивые краски вот у него ход такой он там ездит по конференциям каким-то так есть люблю шить танец ксения с алёшей подружилась давно а то потом станет известными не достучишь да вот с ними такое бывает у меня с учениками такое бывает такие александр александр научите 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 а потом хоп смотришь уже уже звезда уже там на таких высотах летает что уже не знаешь как и подступиться много раз это проходил люблю готовить изменять рецепты музыка игра на плите гитаре так реальные хобби смотреть кино так напишите хобби есть напишите какой ничего стесняйтесь у меня вот хобби сейчас изучение магии я я прям даже вот я прям курс прохожу у меня там значит как-то через 2 эта тема зашла да а сейчас я ну я изучаю это все естественно как бы со своей скульптура логических с мифологических позиций да и в параллели с история религии да потому что опять же меня в религии мифологии до меня что интересует ну меня интересует стритами а вот я вижу что в магии работают те же самые инструменты вот и мне это прям очень интересно как как это развивается в течение в течение истории человечества всякие как алхимия например развивается это прям очень прикольно целый огромный мир со своей со своей какой-то этой системой со своими какими-то этими самыми опять же тоже здесь есть очень много дурки очень много там каких-то таких клинических случаях ну а где их нет так иностранные языки и романские роспись по фарфору люблю петь читать вслух чтение это хобби конечно хобби почему нет чтение коллекционирование книг так шитье вы совершив кого заплетение изучаю астрологию вышиваю рисование световых картин сам с ангелами рисуя левой рукой scratch stretching роспись стен изучение себя как чудо интуитивное рисование выплеск странах тоже практиковал такую штуку тоже прикольная очень вещь именно не нейрографика а именно там тоже это своя своя методология со всем почтением пискарев гений на мой взгляд он создал кстати единственный наш исследователь который создал полностью уникальную систему личностного роста это пискарев потому что вот все все остальные я в том числе да мы все не уникальны да то есть я там более или менее там на на фундаменте кэмпбелла и что делаю так освоил чтение по брайлю так стихи читаю спорт танцы история вязание маркетинг живопись ироническая магия руки хорошо теперь ну вот смотрите важная мысль то такое хобби хобби это всегда моя следующая карьера вот запомните зафиксируйте пожалуйста эту мысль да что мы всегда движемся то есть очень часто бывает так что человек застревает своей карьере либо идет не не туда как бы куда надо но правильно делать правильно идти туда не менять карьеру в сторону своего хобби да то есть у вас появляется хобби у меня было хобби писать романы да то есть но сначала условно говоря там было хобби просто писать текстами стихии прозу там и так далее так далее да дальше это хобби начала превращаться в профессию до сначала как журналистика да потом писательство романов которую там какое-то время было моей профессии именно написание романов для издательства эксмо было мне такой в 90-е годы был такой период когда я работал писателем в издательстве эксмо автором романа слава богу они все утрачены вот и дальше к следующий каждые следующие хобби да например я работаю редактором а хобби мое написание сценария до следующий я становлюсь сценаристом то есть я работаю сценаристом это моя работа а хобби это преподавание да потом дальше преподавание становится самым да и сейчас я ищу следующий дата я там пробую перебирают следующих кстати только сейчас у меня вдруг понял что у меня следующий следующий хобби у меня следующая карьера у меня что магия или или таро нужно не стать ли мне таро логов странно странная очень мыслить как-то я не вижу себя в этом в этом но посмотрим прям у меня инсайт произошел но в целом да то есть это правильная история что следующий следующий карьеры становится то что в настоящий момент времени является является но можете не сомневаться что если если я займусь сторон и вокруг все вокруг дуны все вокруг будет 2 с головы до ног если я займусь магии все вокруг меня обязательно создадим какую новую религию посмотрим что это все скорее всего трансформируется во что-то что-то другое как как всегда так и у меня точно так же до каждой хобби которые любила и не забрасывал я доводила до уровня карьер да и такое тоже бывает да кстати как с рисованием тоже у меня рисование не стало следующей карьеры да то есть я попробовал кайф получил какой-то от этого и потом это как-то само само по себе ушло то есть несколько хобби связанные с творчеством так гитара вокал авторские переводы на словах про будущую карьеру заржал вот данила вот вы смеетесь между прочим а у нас в мастерской был один выпускник который учился у нас где-то наверное лет шесть назад он и он гитарист он играть на гитаре он меня играл на гитаре в группе тараканы потом сейчас там по ряду причин группа прекратила свое существование сейчас он гитарист группы порнофильмы по моему самый популярный рыбин рыбин игорь игорь рыбин так его за боюсь ошибиться и переврать вот он наш наш выпускник наш нашим нашей мастерской очень прям молодец я я горжусь им таким выпускником на самая популярная по моему наша группа банка снов посреди банков так точно классно отлично замечательно так что пожалуйста да вот будет следующая карьера у человека так магия от слова могу не хочу строиться профессиональной вязальщицей не становитесь следующий год обучения будет год паров ну да с учетом того что мы сегодня с телемским общаемся можно было бы устроить кстати говоря взять по по аркану на эфир и медитации медитации на на аркан возможно следующая ваша профессия создатель новой религии до религия религия святого кота и все те самые храм создадим построим храм святого кота и будем все писать сценарий поклали поклоняться святому коту да если ваше предсказание будет сбываться то будет круто пока не ошибался ни разу я в своих предсказаниях да сейчас заказ закончилась эра старой магии и начинается но я согласен с этим кстати говоря вот это кстати вот мы с вами шутки шутим вроде бы да и я тоже поскольку ну сильно рациональный человек я всегда к этому с опасениями с осторожностью да но тем не менее я вчера перечитал один свой старый текст который называл по забавному совпадению называется учение мага я его написал два года назад о том этот текст посудил он в художественной форме там все увлекательно магия не магия перемаги да то есть ты чисто фантастический текст фантазийный но там есть одна главная мысль которую я тогда не заметил да о том что мир изменился открыты двери чего-то нового да то есть результат этого текста открывается двери чего-то нового да то есть там это обозначено как открытой дверью магии да то есть в мир вернулась магия через эти открытые двери вот но что такое это магия я не знаю что да то есть магия это что-то неведомое да и что-то неведомое мы называем магией может быть это будет в итоге на научное присутствие придумано какое-то научное название этому что-то квантовое не локальные да поэтому посмотрим дело вот в чем да что понимаете я же не претендую на роль духовного учителя да на роль такого гуру я духовный ученик да то есть я учусь сам чуть всю жизнь до ошибаюсь учусь и этим делюсь с другими да поэтому как то так так следующей жизни буду музыкантом и композитором дали храм виде кота да конечно пластинки виниловая живопись четки делаю из деревяшек всякое ваяю год сбывшихся хобби вот мне как бы мне хочется видеть такие истории вот у меня у сестры брат у сестры как-то у сестры муж ваня смолин он сейчас тоже ну мужику уже там под сраку лет четверо детей да то есть основательный такой мужчина строй делает там он мебель делает но вот и он сейчас сделал он пошел тоже на старости лет значит мужику вожа под хвост попала он пошел в вами волок где живут пошел на секцию барабанов а волок да тоже волок да тоже пассионарный город не такой как сам же но тоже достаточно пассионарный там самая большая в россии секция барабана джимбе знаете такой барабан африканский барабан у меня тоже кстати есть джимбе я на балконе порой вечерами постукиваю и вот они собираются человек по 50 и в эти в джимбе барабанят и значит он нашел где-то информацию про африканский барабан который называется санков а и это такая ну ящичек такой деревянный и он сверху вырезаны такие причудливые цветочки такие стебельки и они и по ним вот барабанят и звук примерно но он конечно не как у ханга да но он в нем есть что тоже какое-то особое особое деревянное обаяние ханга свой такой звенящий металлический звук а тут такой деревянный звук и он он очень интерес он очень теплый звук на вот и вот он делает он делает сделал там 12 сделал этих санков и он хочет ее прямо тушить да то есть сделать запустить из этого проекта делать эти барабан я могу давать делать ну сделай сообщества в этом самом контакте и снимай видео выкладывай вот у меня сегодня если посмотрите на странице я выложил репост где он рассказывает про эти барабаны там есть видео да и вот если это в итоге станет для него сначала хобби а потом карьерой я вижу что из этого может быть там ну не знаю проект на на миллион долларов и и и деньга и в деньгах и в удовольствие и самореализации во всем поэтому так следующие психологии психология понимаете строго говоря психологии я скажем я пошел в эту сторону я почти защитил кандидатскую 10 был у меня такой период жизни почти защитил кандидатскую диссертацию по психологии творчества и и я туда дальше не пошел просто то есть ну я как бы не вышел на защиту с готовым дипломом с готового с готовой диссертацией я ее потом наверное опубликую в итоге как как книгу но почему потому что я понял я увидел вот этот научный мир и я понял что я не вообще никак не хочу с этим миром ассоциироваться то есть что я туда не хочу просто меня все я просто орал и и матом просто крыло все так мне туда не хотелось я поняла зачем я туда пойду я не буду этого делать вот поэтому я написал две книги по психологии это волшебные пендели и ленивая скотина две книги это книги именно по психологии а вот поэтому по по сути до курс в по деньги да это авторская психологическая методика психологии денег то что мы с вами здесь проходим до практическая магия это тоже большой и достаточно сложный психологический именно психологический трансформационный курс я тоже осторожненько немножко с этим как бы да надо обращаться да потому что и предмет психологии такой не все в серой зоне то есть слишком много не не от регулированных вопросов да как дал говорил ландоу да он говорил что есть науки естественные да как математика да есть науки неестественные пример химии есть науки противоестественный эта психология психология это противоестественная наука в этом очень глубокий смысл да потому что на мой взгляд технология это не наука исследовании это наука трансформации то есть она работает только не тогда когда она за ним предмет ускользает да то есть ты пытаешься исследовать его да а он над тобой издевается все время да то есть это все наши прыгающий мячик исследовать у тебя искус ускользает в микроскопе и разглядывать вот а если ее рассматривать именно как трансформационную науку да как наука изменений тогда все работает а вот и что это такое поэтому я всегда как бы осторожничаю и говорю нет 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 я не психологии занимаюсь это коучинг какие-то лучше как бы лучше уклоняться от этого поэтому я и дипломы стараюсь не не получать то есть я прохожу учебу а когда надо приходить за сертификатом я не прихожу просто я прошел нлп практик и не получил диплом и разные разные курсы разные обучения в разных школах я проходил и уклонялся от получения диплома всегда до квантового мышления но я об этом говорил как раз на на прошлом занятии так детское хобби стала первой профессии так скажи о нейрографики до того как она получила свое развитие и что она исполняет желание крутила бы пальцем у виск крутили бы пальцем у виска сейчас целый институт и люди рисуют и желание исполняется да кстати говоря да и скорее гений просто вот я и я в лицо ему это говорил уже как это самое да помните у шварца правдивый старик скажи в лицо но он реально крутой прям мощный мощный дед но он он реально разработал уникальную систему который не до него не было что тут скажешь гений вчера порисовали с человеком нейрографический рисунок сегодня пишет что прилетел аванс в компании задерживали зарплату месяц магия есть она работа конечно есть мы но конечно мы естественно все есть все работает да вы по классный курс за две недели сделала то что не могла сделать до года до очень много психологического материала вы здесь даете емко круто замечать еще раз да это курс для не только для вас это курсы для меня да мы с вами работаем вместе и вы работаете я работаю да то есть я об вас думаю точно также психологии это тоже магия да это так мы станем мужицкой много раз про это говорили кстати говоря и она тоже она молодец в этом смысле да она такая типа нет нет вижу я не волшебница никакая магия ребята чем поговорить и на самом деле магия в чистом виде да магия то есть трансформация так согласно про психологию тоже ухожу в коучинг чтобы не очень много да то есть вы понимаете да что мы с вами все время я вы видите да я все время как по ниточке еду да то есть чуть-чуть и и ты уже какую-то херню мели что есть очень очень осторожно с этим так давайте мы уже мы уже скоро заканчиваем полтора часа с вами работаем и последний отдых то бы вы хотели поменять у себя в отдыхе обещаю вам все последний вопрос чтобы вы хотели поменять у себя в отдыхе том как вы отдыхаете тоже кстати говоря да у меня отдых всегда был это там сидеть и уткнуться в там сериал какой-то посмотреть или книжку почитать а когда ты например у тебя работа это писать а отдых это читать и смотреть кино но это так себе отдых да и я долгое время не мог позволить себе путешествовать а когда стал сценаристом стал появилась время появились деньги стал ездить стал очень много ездить сейчас уже я даже я даже не знаю сколько стран я сбился со счет для начала начать радуюсь со всеми отдых путешествий да для меня сейчас отдых это путешествие вот за понятно что сейчас там меньше получается там по понятным причинам и там да далеко лететь и надо лететь каким-то хитрыми способами если например с ребенком то это тяжело то есть мы-то еще нормальным с двумя пересадками до ребенок например это тяжелее перед переносит но вот но тем не менее в этом году там четыре страны слава богу к италия даже два раза так с радуюсь отдых путешествием больше быть на природе помещать 4 новых места за год начать путешествовать путешествую все все путешествовать хотят пишите сценарий ребята идите в сценаристы пишите сценарии зарабатывайте деньги имейте свободное время для того чтобы путешествовать новые места новые путешествия отдых когда путешествую когда пишу больше активности на свежем воздухе активный добавить разнообразить открывать новые способы научиться отдыхать отключаясь от насущных мыслей путешествовать и лежать на белом песочке океана ежегодно выезжать хотя бы раз на море хотя бы раз в россию раньше так и делала после пандемии ритм нарушила сделала выбор том купить ли дорогой курс или поехать на те же деньги путешествовать очень скучаю по путешествию заново учусь кататься на коньках 58 лет прикольно прикольно окей так теперь давайте а вот мы с вами нам наметили некий как-то план до изменения это вам план на следующий год то что вам нужно изменить своей жизни на следующий год давайте мы попробуем выставить какую-то вещь которую ну так вот такую вот прям из этого всего самое главное или может быть среди этих изменений есть что-то что может повлечь за себя все остальные изменения да например покупка квартиры может стать таким изменениями которые поменяют все может быть изменение внешности или здоровье поменяет все есть ли у вас среди этих изменений какое-то такое ну зонтичные изменения вот мы с вами говорили о целях когда я говорю что есть зонтичная цель цель которая меняет все например там условно говоря там переехать у меня была куча задач да я переехал когда и сам же волокна я все эти задачи решил раз одним действием да когда я из волокна переехал в москву да я опять же все задачи на тот момент которые стояли решил всем этим здесь одним действием стал работать сценаристом опять решил все задачи финансовые свободы самореализации да все задачи решил одним действием вот есть ли какое-то действие которое какое-то изменение которое повлияет на все остальные изменения давайте попробуем выявить такое изменение здоровье сделать танцпроект поменяет все нужны помощники и няне для особенного ребенка так переезжают через год нужно обустроить квартиру так еще пока вы можете поменять потом дату сейчас просто но мы первую какую-то с вами я понимаю что работа в прямом эфире да это все на на скорую руку но очень часто именно вот эта работа да и оказывается тем самым той самой главной работой которая сделана потому что мы все-таки все вместе на эмоциях на каких-то до как-то номеру и до переезд новое жилье сценаристика и писательство войти в новую профессию будущий переезд выйти на новый уровень окей хорошо вот и теперь дальше когда вы это уже сформулировали и теперь вам на подумать а вот в связи с этими изменениями а может быть вы измените какие-то действия по достижению своих целей например вы поймете что вот я делаю это а это на самом деле результата не приносит нужно сделать другое что то для того чтобы достичь цели и вы поменяете какое-то действие может быть вы поменяете цель то есть у вас цель стоит такая-то и вы поймете блин это не то чего я хочу я много раз менял цели свои да то есть опять же да мир меняется мое представление о мире меняется да и цели все время корректируются и да есть какая-то базовая цель но там текущие цели они все время корректируются может быть произойдет какая-то коррекция ценности и ценности на самом деле они в течение жизни они тоже меняются да то есть на какой-то на каком-то этапе там но человеку хочется прославиться пример каком-то этапе человеку хочется денег на каком-то этапе вы начинаете уже там ну совсем на каком-то другом уровне действовать да куда-то уже обращаясь вообще в будущее в будущем поколении а вот может такое быть да а может быть наоборот устанете от всего и скажете так меня все больше вообще ничего не интересует ни политика не не мир ничего вот меня интересует моя семья я буду все мир случился до размеров одного вот этого ребенка которого я хочу поднять и все и да то есть это это главная ценность и это тоже нормальный я это тоже понимаю прекрасно да ребенок вырос там все следующая ценность какая-то следующий приоритет следующее цены цены может быть какие-то мысли то-то чтобы опять же да там у меня за не буду говорить как мне это не важно на самом деле за последние два года да там меня по очень многим предмет предметом того ну очень понимание того как устроен мир очень сильно изменилось за последние два года а вот да изменились изменилось то что я думал там по поводу одних людей других людей до одних каких-то событий других событий до оценки меняются какие-то оценки что-то мы оценивали так что-то мы стали оценивать совершенно по-другому и дальше нужно посмотреть на это и понять что вы можете поменять а что вы поменять не можете то есть то о чем мы с вами говорили в самом начале да то есть общество приучает человека к тому что ты ничего поменять не можешь надевать то что далее да ешь то что дают делай то что говорят думай то что мы скажем и так далее так далее да то есть общество хочет этого от человека всегда во все времена а в индустриальную эпоху у него появилась для этого не появились для этого возможности да то есть там еще восемнадцатом веке таких возможностей не было а уже в двадцатом веке до целый город просыпается утром погудку идет на завод погудку идет на обед погудку идет отбой да и живет по расписанию а если ты привык вставать погудку идти погудку у тебя уже на подкорку встроен что-то то что те мастер скажет да ты идет что и делаешь да пусть ты не человека ты винтик на конвейере на свое не естественно у тебя нет возможности что-то поменять что-то изменить сказать а я не хочу вот так не хочу чтобы у меня стены в цех и цехи были зеленые хочу чтобы они были силе да или еще что-то то есть не хочу чтобы у меня отпуск до в хочу чтобы он у меня был в мае вот и дальше посмотреть и соответственно да поменять то что можете поменять а то что не можете поменять пока отложите то есть да может быть есть что то что а вот это я не могу поменять ну давай давайте отложим может быть окажется через какое-то время что она само собой поменяется а может быть и нет и вот сейчас важная мысль что в развлечении того что мы можем поменять и того что мы не можем поменять помните это такая известная мудрость да что господи дай мне там сил чтобы поменять то что можно поменять и мудры там смирение чтобы смириться с тем что я не могу поменять и мудрости чтобы отличить одно от другого на самом деле в этом высказывании акцент на то что мы поменять не можем акцент на то что мы повлиять не можем вот все это высказывание она на самом деле сфокусировано на том что в мире есть что то что мы не можем поменять что-то на что мы не можем повлиять и мудрость нам нужна на самом деле на то чтобы распознать такие ситуации и вот посмотреть и окей хорошо я не могу это поменять а может все таки могу на самом деле но поменять можно все да я маленького роста да я знаю человека который не лично знаю читал про него про человек который которым не нравился его рост и он увеличил себя насколько там на 10 сантиметров это заняло у него какое-то время ему там ломали кости сращивали их и вот он удлинил удлинил себе ноги случай конечно исключительно не призывая этого делать но на самом деле это говорит о том что можно вообще все поменять вот и дальше вам составить план действий на эту неделю давайте мы за эту неделю сделаем такую ревизию что мы поменяем за следующий год и обязательно сделайте за эту неделю хотя бы одно какое-то действие с целью этих изменений с чего начинать начинайте с чего угодно то есть если не знаете с чего начинать начинайте всегда с чего угодно с первого к чему рука потянется понятно ли домашнее задание если понятно напишите что все понятно если есть вопросы то задайте вопросы большая сегодня объемная тема получилась но мне кажется что мы молодцы все-таки что ее раз раз фигачили да после переезда в германию упала в эту парадигму что ничего не могу поменять в обществе раньше всегда жила меня пространство вокруг меня также живя в разных странах это так важно не падать в эту парадигму так ок ок во сколько эфир потом про тару восемь вечера восемь вечера здесь же будет приходите в прямой эфир тоже олегу можно будет задать вопросы я хоть я хочу чтобы это было как-то так под по-домашнему чтобы мы просто пообщались у меня с олегом уже три раза делал эфир ну вот чтобы мы опубликуйте пожалуйста кусочек из психологии творчества но частично какие-то мысли оттуда они вошли и впишется и то есть я собирал туда подходы какие-то которые я использовал их самодисциплине и в других то есть это не не то что это отдельная какая-то эта история но мне кажется что то что я делаю и я же об этом рассказываю все время мастерской и на на вебинарах на наши мне кажется что мы с вами уже ушли очень далеко от ну например от выгодского от того как психологию творчества понимали скажем в двадцатом веке то есть мы прям уже очень далеко ушли потому что я не так давно где-то год назад перечитал психологию творчества не я понял что это вообще великий человек для своего времени но в целом из сегодняшнего дня это просто детский сосуд на лямках то есть человек вообще не понимает то есть он говорит что производит впечатление именно там не только то о чем говорится в произведении но это как говорится в произведении я понимаю что для своего времени это очень глубокая мысль да но мы-то с вами уже там в мастерской мы вообще как бы для нас это вообще не разговор да как а что значит как ну за счет героя например да герой как у нас устроена так-то 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 до сокровища тайна недостаток цель за счет сокровища происходит подключение дальше как сцена устроена там и так далее так далее да то есть мы все это все то что он так с неким удивлением обнаруживал в в творчестве да мы с вами это уже давным-давно на инструменты разобрали и используем своей работе поэтому так хорошо друзья на этом мы с вами сегодня пока заканчиваем на следующий раз будем подводить итоги года тоже приходите в прямой эфир поработаем и дальше у нас с вами самодисциплина я очень рад с вами сегодня был видите вот столько времени затянул получил получаю всегда огромное удовольствие от общения с вами вы большие молодцы пока пока побежал на пробежку